За что британский фитнес-тренер попал в книгу рекордов Гиннеса и кто взял на работу щенков Лабрадора? Об этом и не только в нашем обзоре. Грузовик-беспилотник, который перевозит до 20 тонн. Аппарат разработали в Швеции. Машина под названием Ти-Под, без кабины для водителей, управляется дистанционно. Грузовик может проехать без подзарядки 200 километров. Ожидается, что к 2020 году такие чудо-автомобили будут колесить по дорогам Швеции. А вот французы пересядут на эко-машины. Правительство планирует к 2040 году прекратить продажу автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями. Такой амбициозный климатический план представил министр экологии Николя Уло. Ранее шведский концерн «Вольво» заявил, что с 2019 полностью откажется от двигателей внутреннего сгорания. Популярный в Британии тренер по фитнесу Джо Викс установил новый мировой рекорд по массовой тренировке под открытым небом. Несмотря на жару, в гайд-парке собрались 3804 человека. Они прыгали, качали пресс, отжимались и приседали. Именно такие упражнения, по словам Викса, помогают быстрее сбросить лишний вес и укрепляют мышцы. Полиция Тайваня приняла на службу шесть щенков лабрадора. Старшего из них по имени Фушин, в переводе «счастливая звезда», сразу признали самой милой полицейской собакой в мире. Кто-то из щенков, как и их мать, будет искать наркотики в аэропортах и на вокзалах. Самые смышленые станут выискивать взрывчатку или выслеживать особо опасных преступников. В Испании стартовал фестиваль «Сан-Фермин». За дозой адреналина в Памплону съезжаются тысячи туристов. И не только поглазеть, но и пуститься в опасный забег с быками под названием «Энсьеро». По вечерам на арене устраивают самую настоящую кориду, когда животным нет пощады. Зрелище не для слабонервных, участники запивают вином. В Антарктиде вскоре появится один из крупнейших айсбергов в истории Земли. Ученые выяснили, разлом в леднике Ларсена стремительно увеличивается. Огромная ледяная гора может отколоться от ледника в течение ближайших недель или даже дней.